Как жить, если на войне погибли дочь, зять и еще не родившийся внук? Жительница Донецка, пенсионерка Людмила Соломатина полтора года назад разом похоронила самых близких людей. Сил продолжать жить тогда почти не осталось. Помогла маленькая внучка. Вот моя дочь. Это в жизни она такая была. Вот это опять же мой Саша. Не состоявшийся зять, но для меня он был зятем, а меня он называл мамуля. В Донецке хотели венчаться. Она была беременна. Это мне сказали ребята, когда уже привезли мне два гроба. Попали они под артобстрел, под минометный. Когда она его вытащила из машины, тащила 150 метров, вторым снарядом убила ее. Она же помогала ребятам, она их вытаскивала с поля боя, когда там уже она была. Она уже была старше сержанта. У меня за пять лет шесть гробов. Поэтому я говорю, меня гробы тебе бьют, но я держусь. Потому что, так говорю, я умерла, но мне нужно жить, потому что мне нужно вот... Лера, иди. Тебя будут снимать по телевизору. Давай, я тебя просила, чтобы ты не баловалась. Все, прекращай. Пойдем. Пойдем, пойдем, пойдем. Пойдем, я познакомлю тебя. Дед говорит, что баба ее очень разбаловала. Но я как ситуацию и вспомню, мне сразу ее жалко, и я не могу ей ни в чем отказать. Вот. Вот такую машинку делает. Вот она им все настраивает, сажает их. И говорит бабушка... Баба, ну это не вперед. Не вперед? Ну я не знаю. Ты же раз показывай, бабушка ж не в курсе. И что, ты ими касаешься, играешься? Угу. И куда они ездят? Спасать. Спасать людей? В общем, война в наш дом принесла много горя. На улицу выходим, там же все детки гуляют. С мамами там, с папами. Она подошла ко мне сзади. Говорит бабушка, а если бы мама не пошла с папой воевать, у меня сейчас бы мама была бы. А вот. Ну, она говорит так, что у всех деток есть мамы, а у меня есть ты. Вот так, потому что больше нет никого.